Я всю ночь не спала, делала эту прическу. Мне кажется, получилась совсем как у Татьяны Вариной, моя любимая кирога. Студентка педколледжа Вика Медведева, как и дамы пушкинской эпохи, готовилась к балу, как к решающему событию жизни. Основной упор сделала на платье, декорировала вместе с бабушкой, пришивала юбки и рукава. Такой наряд, как машина времени. Студенты колледжа и техникумов остались за стенами зала, а здесь кисейные барышни и воспитанники Царско-сельского лицея. На бал приглашены лучшие из лучших, те, кто любит творчество Пушкина, те, кто готовился, тренировался, брал уроки бальных танцев. Одежда подобрана безупречно, вплоть до пары белоснежных перчаток в разапас. Но что за бал без соблюдения этикета? Несмотря на полное погружение в эпоху, лексика молодежи остается современной. Мужчина всегда должен подать руку женщине, отвезти ее к своему месту, ну, наверное, не закосячить. Не ошибиться, как хотел сказать молодой человек, главное в танце. Легкая и непринужденная полька позволяет познакомиться. Молодые люди с нетерпением ждали вальса. Он считался вольным, кружась с дамой, можно было увлечь ее, а иногда и нарваться на дуэль. А девушки с замиранием сердца ждали мазурку. Главный танец бала с многочисленными фигурами и реверансами. Меняются стиль и мода, но неизменны юношеские желания и стремление к радостям жизни. Все, как когда-то у Пушкина. Ксения Николаева, Юрий Санкин. На Дону.